Воронин Дмитрий Зовут меня Воронин Дмитрий, я агрохимик. Занимаюсь вопросом минерального питания и технологией, соответственно, применения подкорма. В этой теме я, наверное, сразу после кончания хвостакадемии с 2007 года, соответственно, у меня выкопился уже довольно большой багаж знаний и, соответственно, опыт по применению в самых разных регионах России. Ну, вкратце, наша компания. Мы сами разработчик, сами производитель нашей продукции, наших удобрений. Наши удобрения впервые были созданы еще в 2002 году, тогда они еще были в сухом виде, но постепенно их перевели в жидкий вид и, соответственно, по данным брендам они на рынке 2009 года. Ну, сами представляете, какой багаж уже опытных данных и практически при ней не накопился. У нас своя лаборатория. У нас ведется контроль качества закупаемого сырья. Как показала практика, далеко не всегда наше киносырье на рынке соответствует тому, что пишется в документах. Я думаю, вы когда работаете с новыми удобрениями тоже с этим сталкиваетесь иногда. Вот, соответственно, мы контролируем, что мы покупаем и с чего производим, и контролируем тот продукт, который мы получаем. У нас есть архив партии, соответственно, если какие-то вопросы возникают, мы всегда можем оперативно посмотреть, что у вас находится, которые не выходят с производства. Мы, соответственно, на самом производстве контролируем на всех этапах производства нашего продукта. В частности, у нас есть такой элемент защиты, который у многих компаний присутствует. Это тиснение логотипа компании на канистрах. Вроде мелочь, но это уже осложняет жизнь тем, кто занимается подделками. Сейчас это актуальная тема. Касательно непосредственно продуктов. У нас три основные линейки. Это комплексные микроэлементы. Megamix Seminar, Megamix Profi. Это комплекс микроэлементов. Необходим для общего стимулирования или дополнения основного питания. Это NPK плюс микроэлементы. Обычно их называют вертигаторы. Это для временной замены корневого питания, скажем, при почной засухе. Или же для дополнения корректировки основного питания по листу. Также есть моно- и пинарные формы микроэлементов. Бор, цинк и сера. Как правило, это для дефицита этих элементов почвы, либо для повышенного выноса отдельных культур. Думаю, это такая общепринятая практика. Единственное, что хочу здесь отметить отдельно, что мы всегда за то, чтобы проверяли качество. На рынке сейчас продуктов много. Не все из них, говорится, нормально себя показывают. Несите в лабораторию все. Семена выносят в лабораторию. Пестициды тоже. Несите и микроэлементы. Потому что есть сложности и с изготовлением, и с сырьем. Не буду называть продукты, но есть продукты, которые, скажем так, не соответствуют ни одному закону химии. Ну, то, что написано на бумаге. Делаем акцент своей работе мы на технологии. Поскольку наш многолетний опыт показывает, какой бы идеальный препарат ни был, но если его применили не вовремя и не в нужной дозировке, то эффект вообще нивелируется. Соответственно, мы знаем, что применять, когда и как. И активно этой информацией делимся. При разработке рекомендации мы обращаем внимание на вашу технологию. Какие основные удавления вы даете. Микроэлементы, это все это дополнение основного питания. Мы делаем ставку также на предшествия. И как понимаем, что выносится. Ну, и графим анализ почвы. По нему, что хотелось бы добавить. У всех он есть. Практически у всех без исключения. В приказном порядке курс агрохимического обследования делают раз в 5-6 лет. Но на моей практике в лучшем случае половина. Аграрий с этим анализом почвы умеет работать. В частности, вот пример, такой сейчас актуальный микроэлемент в этом сезоне. Это бор. Есть сложности с его поставкой, с его наличием на рынке. Так вот, по моей практике дефицит бора примерно в 50% площадей. А применяют его 80-90% клиентов. И нередки случаи на моей, по крайней мере, в такой практической деятельности, когда люди применяют бор, а эффекта, который от него ожидают, не видят. Часто это означает, что либо не так применили, либо, соответственно, бор есть в почве. Он сработал и без листовой подкормки. Пока же знание у нас большой, мы этим активно делимся. Мы ежегодно проводим множество семинаров, обучающих. И, соответственно, для крупных компаний индивидуально под их технологию. В частности, если это какой-то региональный районный семинар, мы можем брать отдельных клиентов, вашу технологию, ваши агрокимные анализы почвы и под вас готовить ответы по конкретным. Не абстрактным, как говорится, величинам, а по вашим конкретным. Одна из задач, которую мы перед собой ставим, это не просто сказать вам, как работать. Наша задача – это научить, как мы принимаем решения и логику подвести, почему мы выбираем тот или иной препарат и почему именно эта дозировка на данной культуре. Сельское хозяйство – это бизнес. Мы это адекватно понимаем и зачастую опыты строим не с точки зрения получить прибавку и показать какую-то прибавку, а именно с точки зрения экономики, чтобы эта прибавка у вас укладывалась еще в бюджет, чтобы вы понимали, что это рентабельно, что это эффективно. Только тогда, когда урожаи с рублями начинают у вас сходиться в единую систему, вы можете уже применять их и дальше, и включать технологию. По технологии Мегамикс есть такая особенность, а именно у нас увеличивается нагрузка, акцент на обработку семян. С одной стороны, по фазе семена вы с обработкой не промахнетесь, это не кущение, которое можно пройти из-за дождей. С другой стороны, раз мы больше даем семена, это позволяет вам снижать дозировки по вегетации. Для засушливых регионов это актуально, потому что, скажем, у нас клиенты в Волгоградской области работают с расходом 50-70 литров воды. Соответственно, не все препараты, не все подкормки под эти жесткие требования подходят. Буквально сегодня звонили из Саратова, там начинают работать авиации. От 25 до 4 литров расхода на гектар. Соответственно, эти вот достаточно узкие рекомендации, эти жесткие условия, мы с этим работаем. Опыт ежегодно мы проводим несколько десятков. Есть опытные данные практически по всем полевым культурам. В европейской части России уже несколько лет мы эти циклы повторяем. Соответственно, параллельно мы разрабатываем новые продукты, выходим на новые культуры. В частности, последние годы выходим активно на плодовые и ягодные культуры, на овощные. Ну и ближе уже к теме, ближе к наутилу. Во-первых, что хотелось бы сказать. От системы возделывания потребности культуры в принципе не зависят. Вот как природой заложено, сколько поглотить питание минерального на тонну продукции, столько она и должна поглотить. Классик это или наутил. Все особенности минерального питания культур кроются именно в самой технологии наутил. Пожалуй, жестким ее ограничением особенностью можно назвать тот факт, что при наутиле снижаются возможности применения питания в почву, но в то же время увеличивается нагрузка при листовых подкормках. Это, пожалуй, главное. Также, с одной стороны, наутил позволяет сберечь больше влаги. Больше влаги – это больше потенциал урожайности, больше урожайность, больше потребность в питании. А с другой стороны, получается, что муча затрудняет испарение влаги. Это затягивание процессов созревания почвы. Обычно с севом с обработками приходит позже. Вегетикационный период сокращается. Потребность питания, опять же, более контрастна, потому что надо за более короткий период больше и быстрее накормить. Вот с этим мы тоже сталкиваемся и делаем на это отличие акцент в наших рекомендациях. Это реальные фотографии с опыта на наутиле в одном из хозяйств Самарской области. Это яровая твердая пшеница. Здесь был полный комплекс обработки семян и две листовых подкормки по тущению и по флаглисту. Что хотелось бы здесь сказать? Во-первых, и самое, пожалуй, важное, на наутиле обращают внимание на четкость выполнения технологий. А именно, вот есть фаза, в нее и нужно защищать, в нее нужно кормить, в нее нужно работать. Это идеальные условия для проведения листовых подкормок, поскольку для листовых подкормок очень важно попадать в нужные фазы. Не попали в фазу, эффект от подкормки уже совершенно другой. Соответственно, для наутила листовые подкормки и, в принципе, микроэлементы – это, в том числе, очень хорошее подскорье ввиду того, что акценты соблюдения технологий и для подкормок и для наутила – это одинаково важно. Ну и в среднем, наверное, по прибавкам скажу. По большинству культур прибавка в среднем у нас в районе 10-15%. Да, есть и выстрелы до 50%, но это раз в несколько лет при идеально сошедшихся условиях. Но статистика такая – 10-15% при соблюдении технологий. Так, по нашим партнерам. Я непосредственно с завода, я больше консультирую, больше обучаю, больше отслеживаю, но наши партнеры на местах – это вот данные компании. Ставра Грахим – это именно наш представитель непосредственно здесь. Ростовская область – это агрокультура. Пожалуй, на юге России – это самый старый наш партнер, наибольшая база по применению именно на местах. Краснодарский край – это Луценко Олег Михайлович, профессор Кубгао. Есть в своей площади, прежде чем начать с нами работать. Он три года их проверял у себя. Только после этого начали сотрудничать. Ну, и агроцентр Гагарский диктар. Эти коллеги наши, пожалуй, имеют очень большой опыт именно по совмещению с пестицидами. Чем меньше воды, тем больше вопросов в совмещении препаратов. Тем более, как показа практикой, сейчас иногда по 5-7 компонентов в одном боковом растворе. Вот. И иногда сами прощаемся с вопросом по совмещению с теми или иными препаратами. На этом у меня все. Какие-то вопросы будут – подходите. Обменяемся контактами – отвечу. Сколько веса 20-литровая конечно препарата с металлами? От 1,2 до 1,6 кг, в зависимости от марки препарата. То есть от 200 до 600 грамм у вас? Чуть больше. Чуть больше. Воды получается чуть меньше. Сами соли сухие тоже объем занимают. Скажите, а где, в каких хозяйствах юга России можно было бы посмотреть эффективность применения ваших препаратов? Где, соблюдая все требования, как раз вот получают эти 10-15%, а то и 50%. Без проблем сейчас в Старопольском крае – это одно хозяйство, Терское, в Будённом районе идет опыт. В Ростовской области там целая куча предприятий. Это, скажем так, большой опыт идет в 50 лет октября в Неклинском районе. Там идет на изучение дозировок на кратности работы. Краснодарский край – это отделение агрохолдинга «Степь» проходит в двух отделениях. И в Волгограде сейчас опыты у нас проводит сам партнер, сказали – у вас потребностей нет. Мы не только не в конце сезона получаем данные, что они сами следовали. Продолжение следует... В Отре, Ěrtёfs, трудadan Nayсти. Редактор субтитров Т.е 12. Коре utilizова – смотря следствие. Терланция тогда – спальца включил 100akuec'a filosы ceiling, Иlers – спальца, которыми посмотрели. Продолжение следует...